Многие из вас мне говорили, у меня нету просмотров. При этом на их видео там 100-1000 просмотров, но они мечтают о миллионах, и поэтому для них их показатели это ничто. Но на YouTube есть реально видосы, где нету просмотров, эти видео еще никто никогда не видел. И есть специальные сайты, через которые ты можешь посмотреть такие видосы. Они выдают рандомные видео, на которых нету просмотров. Выдают они прям совсем рандомные, со всего мира видосы, где написано «нету просмотров». И я считаю, что было бы интересно посмотреть, что там за видосы такие. И чтобы вы реально поняли, что если у вас хотя бы 10 просмотров есть, хотя бы 100, хотя бы 1000, 10 тысяч, это уже прикольная и хорошая цифра. Уже лучше, чем у многих тех, кто вообще не получает просмотров ну никак, потому что даже не старается. И опять же, это снова такой экспериментальный формат видео. И если ты хочешь увидеть еще такие видосы, поставь лайк на это видео. Если лайков будет много, реально много, то я сниму вторую часть, возможно, когда-нибудь, где я буду смотреть видосы, на которых нету просмотров. Поэтому все в твоих руках. Также не забудь про подписку на канал, ведь у меня есть цель в миллион подписчиков. И надеюсь, что именно ты мне в этом поможешь. Погнали! Пиздец, больше всего на свете я ненавижу, когда люди начинают свои ролики на ютюбе со слов «всем привет». Всем привет! Я сейчас нахожусь на сайте, который будет выдавать мне рандомные видосы с зерошечкой и с нулем просмотров. Дом на продажу. Это же просто 3D, это реальные фотки. Вау. 312 тысяч долларов, это на секундочку 20 миллионов рублей. Окей, допустим, но, что самое важное, это 15 тысяч шавух. Вам решать, что важнее. Что это за видосы? Знаете, когда фронталку случайно включаешь, вот примерно что-то такое происходит. Зачем вот это залито на ютюб? 4 секунды. Написано «мама». Тут где-то мама была. А представьте, если бы мама не зашла, он бы снял прям самый суктоповый и полезный видос. Вдруг у него была прям дохрена полезная информация, и мама заходит, и он такой «не сегодня». Я ни хера не разбираюсь в программировании, но выглядит это как будто он программирует что-то очень важное. Бля. Мы нашли нашего брата без просмотров из России. 27 сентября видос залит. Они гоняют. На чем они ездят? Что это за машины такие? Это выглядит как обрезанная маршрутка еврейская какая-то. Что за дичь? Чемпион страны по классическому ралли. Классическому ралли? Классическое ралли выглядит вот так. Классическое ралли выглядит, ну, тут на машины хотя бы что-то похоже. Ебать. Я сижу, звука почти нету и тут. На полной громкости, надо убавить. А что это такое? Ну, типа, вот что он сейчас снимает? Аааа, это пояс. Здесь уже можно и лайк поставить. Как у этого ноль просмотров? Все же обожают животных. Вот это тупо я. Я вот так же сижу вовсе стороны, смотрю и думаю, а что сегодня делать? Представьте себе, это он просто рекламирует фары для челленджера. Такую музыку, господи, у меня сейчас сердце разорвется. Люди? 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 Я, конечно, понимаю, у всех бывает такое, что ты дома один сидишь и такой, типа, там, начинаешь какой-нибудь там битбокс для себя по приколу делать. Ну, он это сделал и на YouTube залил. Видосу, кстати говоря, полгода, ноль просмотров, ну, не считая, опять же, моего. Представьте, у человека ноль просмотров за полгода и ему пофигу. А вы, имея сотку просмотров, говорите, ой, как же плохо, что меня всего 100 человек смотрят. Гудбай. Гудбай. Идеально, кстати, для концовки видоса, я в конец видоса вставлю. Гудбай. Честно говоря, это звучит, как будто у нас бы под это бы лесгиночку станцевали где-нибудь на площади. Красивое место в Молстар Лоран. Ну да, кстати, довольно красивенько. Снято не то чтобы круто, еще и вертикальный, сука, видос. Но, выглядит на самом деле красиво. Что это за поза, типа, он выглядит, как будто он сейчас тебе пизды даст, такой, типа, ух, ух. Камебак-то есть. Это какой-то next level просто, либо он под чем-то, либо я не знаю. Ох, подъехали видосы из инстаграма, да, или что это такое? Вот я сколько таких видосов смотрел, типа, как люди невероятно круто готовят, какие-то невероятно крутые штуки. Всегда смотришь и думаешь, блин, а может завтра мне взять вот, взять вот и собраться, и вот как приготовить что-нибудь крутое. А потом ты понимаешь, что что-то нихерушеньки не умеешь, и просто берешь и готовишь себе яичницу. Или пельмени. Или вообще не готовишь. Я обычно так делаю. Не, вот я сначала подумал, что сейчас он заиграет тему из Мстителей, и я офигею, но на самом деле он просто... Я свистеть не умею, не бейте меня. Это как... Это тетрис из людей? Я, конечно, не шарю, но что здесь происходит? Какие-то школьники садятся на колени, на них другие школьники, и сверху... Я не знаю, как вам, но этот чувак на самом верху очень сильно похож на какого-то карлика-индуса, который просто берет и такой, типа, я выше всего этого, я над этими шкильниками. Тем более, видите, здесь тень, мне кажется, это не просто тень, у него просто болт огромный. Бля, что происходит? Что это за видео такие? Зачем их заливают на YouTube? Бля! Так, давайте выключим это видео. Ну его нахрен, я пока бана получать не собираюсь. Короче, теннис, рассказываю такую забавную историю. У нас в колледже, по-моему, да, на первом курсе тоже все рубились в теннис. На оценочке. Я пришел без формы, училка такая, садись, Володя, ты без формы, ты сегодня, урод, будешь сидеть, ничего не делать, потому что без формы. Я такой, ок, ну не проблема, посижу, ладно, главное, чтобы НБшку не ставили, типа, потому что меня не было. Короче, идет каточка, ну, все в настольный теннис фигачатся, и тут училка такая, кто меня победит, тому сразу же три пятерочки, типа, в журнал. В чем прикол? Никто ее победить не смог, в итоге она такая, я победила, но, раз я с вами не учусь, Володя, вот ты вот сидящий там, Володя, давай я тебе за себя поставлю три пятерки. И мне таким образом поставили три пятерки на физре за то, что я якобы всех победил, хотя я вообще сидел и нихера не делал. Бля, это было похоже на мем, сначала играет такая музыка, типа, а потом выглядит, как будто он заметил, что он где-то проебался и такой, типа, бля-а-а-а. Попова, бле-ха-муха. Бля-ха-муха, это можно на мемаса нарезать просто. Ты зачем сломать она? Ты всех в них стоптала. Че, я вам сам сказал, что без них полный, но я только бы сначала. У мужика Максима, он так выглядит, он выглядит, как будто его обидели, и он сейчас кому-то очень сильно по лицу надает, но голос у него, конечно, он прям для озвучки. Ничего, он теперь от злости все отделение в этот, под плиту загоняет, дознавателей до слез довел. Мне отпуск не подписал. Бля, вот подпишите ему отпуск, ну че за херня, подпишите ему отпуск мужику, он, по нему видно, что заслужил. Твое лицо, когда на видео нету просмотров. Мне твоим извините, вместо загара намазаться. Че делать теперь? Че делать? Макушку его целуй. У него там аморогенная зона. Охеренный мужик, я отвечаю, ему надо ютуб канал заводить. Я не знаю, это может быть вырезка от куры-то или че-то еще, но я отвечаю, у него есть прям харизма и прям речь поставленная как нужно. А не прикол, целуй его макушку, гладь ему уши, делай что хочешь, но чтоб вечер он отошел. Тяжело держать в моем барсу. Чего? Тяжело держать в моем барсу? Тяжело держать в моем барсу? Тяжело держать в моем барсу. Тяжело держать в моем носу? Что ты говоришь? Вот что значит нету просмотров. Когда на видосе реально нет просмотров. Видос может быть топовым, интересным, скучным, неважно Но есть люди, у которых реально месяцами, годами, ну в этом случае днями Не набираются просмотры от слова совсем Зерошечка, ноль, даже цифры нет, надпись, нет просмотров Поэтому в следующий раз, когда ты будешь плакать, что у тебя тысяча просмотров всего Подумай о том, что на ютюбе есть охереть сколько контента Который делают ну реально очень-очень крутые люди Но их никогда даже не заметят А все потому, что они не учатся, не стараются продвигать свой контент Делать так, чтобы его смотрели Ведь вот этот чувак, который играет на гитаре, мог бы назвать видос по-другому Сделать другое превью, прописать теги, прописать описания, разослать видео друзьям и так далее И здесь было бы хотя бы несколько тысяч просмотров И это уже было бы куда лучше, его бы уже смотрели Ну, если у него опять же была бы такая цель Но он этого не сделал Вот тебе, чувак, я желаю запариться И делать так, чтобы просмотры у тебя набирались Если ты не знаешь, как прописывать теги, прописывать описания, делать как-то красивое себе оформление У меня на канале есть туториалы Их довольно много, там я этому обучаю, поэтому можешь их посмотреть На этом этот видос я закончу, потому что я и так уже записываю больше часа Да, не знаю, какой видос у вас получится, но я записал больше часа Вырежу моменты, где видосы какие-то вообще совсем непонятные А тебе, если понравился такой формат, где мы смотрим какие-то непонятные видосы, на которых заросечка просмотров Ставь лайк на это видео и тогда я продолжу такой формат Если поддержки на таком формате не будет, то и продолжать я его не буду Так что с вас лайк, комментарий, что вообще думаете по этому поводу И конечно же подписка на канал Кроме того, чуваки, не забывайте подписываться на мой инстаграм У меня в инстаграме довольно топовые фоточки Кроме того, я надеюсь, что мы сможем набрать там 10 тысяч подписчиков Ну не знаю, до конца года, например И я желаю тебе удачи на ютубе, удачи во всех твоих начинаниях А я на этом, пожалуй, закончу Увидимся в новых крутых и, надеюсь, очень крутых видео Адьос Бля, это звучит как какое-то издевательство, честно говоря